Август 77-го. Тогда, будучи молодым юношей, Михаил Павкин пришел на завод работать прокальщиком. Спустя полгода стал мастером прокалочного цеха, позже заместителем начальника. А в 1986 году возглавил подразделение. Сегодня Михаил Васильевич с ностальгией вспоминает те времена. В 77-м году, когда я пришел, цех и завод еще строился. И в октябре 77-го года, когда мы запускали цех, мы здесь работали вместе с монтажниками, со строителями. Это было такое романтичное время, когда молодые мы ребята, новый такой гигант. И нужно было запустить первое производство. В октябре 77-го года, повторяюсь, мы его запустили. И в конце октября на нашем прокаленном антраците, смесильной прессовой цех, сделал первую продукцию, называемую электродной массой. В своем цеху я могу сделать любую работу, скромно признается Михаил Павкин. Но все же главной своей задачей считает передать опыт своим подчиненным и коллегам. Я многое взял от него. Как человек, он тоже справедливый, в меру, как говорится, строгий, но справедливый. Профессионал с большой буквы, который живет не только жизнью своего цеха, но знает практически весь завод. Он борется до последнего за интересы своего цеха, но никогда интересы цеха своего не ставит превыше других цехов. Почетный металлург, грамотный профессионал своего дела. Михаил Павкин не представляет своей жизни без навеза. Вот сегодня уже доживший до определенного возраста, да, я пока не понимаю, как уйти отсюда, пока не понимаю. И я этого момента боюсь. Вот, казалось, в этой жизни я уже ничего не боюсь, но пока этого момента боюсь. Благодаря его грамотности, многолетнему опыту и тонкому пониманию всех производственных процессов, прокалочный цех живет и развивается. Продолжение следует...